Позвольте буквально 3 минуты дать доктору Субраманиану, который очень кратко расскажет о морфологии, о том, какие проблемы мы имеем. Дело в том, что у нас в России СНГ, и не только в России СНГ, и за пределами России СНГ, во многих странах сегодня очень большая проблема с качеством диагностики патологии, я бы сказал. Потому что патология туда входит, цитология, гистология, молекулярно-генетическая диагностика. Поэтому мы 3 года назад при поддержке Всемирной организации здравоохранения и российского офиса запустили эту программу образовательную для повышения квалификации патологов в целом, в первую очередь цитологов, гистологов, взаимодействия с молекулярно-генетическими специалистами, чтобы они в первую очередь еще между собой общались. И регулярно проводятся такие семинары в разных городах России и СНГ, и за пределами, теперь даже в Индии мы провели. И там мы собираем всех специалистов и серии лексий, и разбор клинических наблюдений с участием цитологов, гистологов, волекулярных биологов и клиницистов. И каждая программа выглядит как атлас по данной тематике. И вот для примера, то, что я сегодня уже цитировал с одного из наших исследований, где мы показали на основании пересмотра препаратов, которые диагностируются в российских онкологических диспансерах раз в более чем 10 регионах, только 51% совпадений гистологического типа рака легкого, которые диагностируются. Это печальная ситуация. С помощью систематического образования этих специалистов в отобранных регионах мы реально улучшили до 86%. И вот это просто пример тому, что получилось благодаря такому образованию. Это последний слайд. Следующее мероприятие будет серия семинаров в Питере по раку легкого, по раку головы и шеи и меланомии рак кожи. Поэтому я хочу вас попросить передать своим коллегам для морфологов и вообще для клиницистов, вообще для тех форм, о которых я вам показывал в другой презентации. Мы разработали очень-очень мизерный взнос, включая проживание. Информация на стойке есть, пожалуйста, возьмите и обращайтесь. В скором времени у нас будет новый сайт afo.info, более удобный для пользования, где я думаю, что мы еще с русского тоже будем обсуждать возможности сотрудничества в этом вопросе. Поэтому нам нужно, чтобы уровень морфологов повысить, только тогда мы можем реально улучшить качество того, чего мы лечим. Спасибо.